всем привет с вами снова проект за порогом ни для кого не секрет что мы много путешествуем по башкирии проехали ее вдоль поперек и даже по диагонали но все равно остаются еще те районы где мы никогда не бывали разве что только проездом как правило это какие-то равнинные районы где нет такого большого количества достопримечательностей как в горных но тем не менее мне кажется это несправедливым ведь при желании всегда что-то интересное можно найти абсолютно в любом месте и вот сегодня у нас на повестке дня один из таких районов бакалинский что удастся нам здесь посмотреть знаете из нашей передачи поехали село бокалы как мы можем видеть на надписи со стелы было основано еще в 1736 году и имеет достаточно богатую историю но к сожалению с тех времен никаких исторических сооружений не сохранилось и сегодняшние бокалы это такое среднестатистическое село имеющая статус райцентра в этих краях начиналась история нагайбаков о которых мы рассказывали в одном из наших выпусков но не от нагайбакской не от бакалинской крепостей когда-то построены здесь как опорные форпосты российской империи ровным счетом ничего не осталось поэтому едем туда где можно не только услышать интересную историю мы приехали в село бугабаш где находится женский монастырь и в нем хранится как нам сказали совершенно уникальнейшая икона подобных которые нет не только в россии возможно даже во всем мире давайте пройдем и посмотрим чем же ее уникальность я смотрю здесь все постройки из дерева это с чем-то связано как-то исторически до этого были деревянные постройки просто леса у вас много почему так вы знаете когда мне дали восстанавливать этот монастырь я пришла здесь было чистое поле спонсоров не было благодетелей никаких не было денег не было и мы скупали просто какие-то баньки и нам выделяли какие-то бревны и поэтому вот это было первое здание где хотя бы малмальский как-то нам где можно было жить и молиться вот а больших постройках мы даже пока еще и не проектировали но когда я уже значит искала проект именно каменного храма для божьей матери именно и это таким его и представляла красивым собором или еще что-то но все еще здесь строится я вам скажу помимо нашей воли и произволения сама матерь божья вот выбрала себе скромный храм вот опять видите нашелся такой благодетель сначала михаил кривов вот он начал строить деревянку давайте я могу деревянный храм вот не кирпичный деревянный могу я вот так вот у нас почему наверное только богу известно почему наш монастырь назван в честь чудотворного образа смоленской богобашской божьей матери вот хотела бы немного вам рассказать сказание об этой иконе некий раб табаков из деревни села богобашево значит возвращаясь с русско-турецкой войны в знак благодарности о победе решил со своими однополчанами прийти поклониться смоленскому образу божьей матери почему именно смоленскому потому что мы знаем на русе что казанский образ божьей матери что смоленский образ божьей матери еще много других это являлись покровителями русского воинства и вот как то может быть дорога прокладывал а как-то через путь смоленске и они пришли поклонились этому образу а потом ну что мог бедные солдаты приобрести с этого святого места была традиции или значит Значит, землю взять чуть-чуть или камушек какой-то. И вот они, значит, привали, был небольшой привал у них возле реки Смоленки. Решил взять небольшой камушек. Ну, получился как бы обман зрения. Поднял, был увесистый камень, как раз он и есть, 7 килограммов. Говорит, нет, это большой камень. Взял и бросил его. Бросил и ослеп. Понял, что он что-то согрешил, что он что-то неправильно сделал. Попросился их однополчан найти именно этот камень. Ему подняли этот камень. Он прозрел. Но все-таки с Божьей помощью, значит, он дошел. Потому что каждый раз он поднимал этот камень, находили. Дошел, принес. И как местного уроженца, говорит, Тит контузился. Он начал на камень молиться. То есть он считал, что это не просто камень, а что-то это божественное. И видит он мочу сон. Является ему сама причистой владычество нашей Богородицы. Говорит ему, ты должен строить женский монастырь. В честь моего образа. Он об этом с ней рассказывает своей жене. Жена говорит, ну что только не приснится. Мы люди бедные, нищие, говорит. Мы даже своей земли не имеем. Ему вновь снится Божья Матерь. Я тебе во всем помогу, прокормлю. Езжай к епископу, убери благословение. Покажи мой образ. И Тит Табаков взял свой камень. Омыл в источнике. И вдруг появился лик Божьей Матери. И двух сетителей. То есть Николая Чудотворца и Василия Великого. Появился уже в таком виде, как мы сейчас видим? Или как-то дорабатывалось кем-то потом вот это изображение? Вы знаете, они говорят, что были полные лики. Именно когда только уже пришла советская власть, над иконой надругались. Храм закрыли. Выкололи глаза. Скололи все лики. И сейчас она чудесным образом просто восстанавливается сама. Однако в первую очередь при планировании поездки мое внимание привлек не монастырь, о котором я давно слышал, а подземные выработки, о которых во время визитов Туймазы нам рассказал школьный учитель географии Игорь Данилко. Доехали до деревни Орловка. Где-то здесь, примерно прямо под нами, должны находиться орловские штольни. Наверное, надо будет переодеться, переобуться и пойти на их поиски. Ну вот, собственно, Орловские штольни. Нам в этот раз повезло. Снег уже практически сошел. Хоть и на пределе проходимости автомобиля, но мы смогли доехать прямо до них. Машина стоит вот прямо здесь, над нами. Судя по надписям, посещаются они достаточно давно. Когда-то здесь добывали медистый песчаник. Это вот все медистые песчаники. И поставляли его на Архангельский медеплавильный завод. Но это не тот Архангельский завод, который райцентр Архангельский. Там тоже был завод. Этот другой завод находился он в нынешнем райцентре в селе Шаран. Но, к сожалению, его уже давно не существует. Что-то я заболтался. Слишком много архангельских заводов. Не существует, конечно же, предприятия. А Шаран стоит на своем месте. Оба завода изначально были медеплавильные, поэтому перепутать несложно. Каких-то исторических описаний Штоллин мне найти не удалось. Первое детальное их описание было сделано туймазинскими школьниками под руководством вышеупомянутого Игоря Данилко после посещения выработок в 2006 году. Но песчаник песчанику рознь. Кто, например, поднимался на Эремель, многие, наверное, знают, что эта гора сложена кварцитопесчаниками. И представляете, насколько твердая там порода. Здесь же песчаник представляет собой самый, что ни на есть, спрессованный песок. Видите, может совершенно спокойно его отламывать руками. Он легко крошится. Вот здесь вот даже целая куча такого, знаете, как сеянного пляжного песочка. При этом своды выглядят так достаточно монолитно, никаких трещин нет. Хотя, честно говоря, когда ковыряешь их вот так руками и все это осыпается, немножко не по себе становится. Но надеюсь, за счет того, что они имеют такую вот арочную форму во время выработки, вот, видимо, тут прям люди шли и в полный рост лопатами все это дело загребали, поэтому можно спокойно ходить без каски. Даже если головой ударишься, потолок такой относительно мягкий. Но надеюсь, нас здесь не погребет. Помимо лопат для разработки более плотных участков породы использовали кувалды, зубила, клинья, ломы и кирки, а также жогунт, что-то вроде большого деревянного корыта. В самых дальних заколуках штольни сохранилось множество остатков различных древесин. Вот какие-то бревна вертикально вбитые в грунт, скорее всего, раньше выполняли функцию крепей, поддерживали потолки сводов. А вот дальше лежат доски, но могу предположить, что, скорее всего, это были настилы, по которым рабочие не на вагонетках, а на каких-то тачках вывозили породу, потому что отсюда из самых дальних уголков делать это вручную, таскать на себе будет очень тяжело. Разработка велась хаотичным способом. Ходы бились в тех направлениях, где мастер обнаруживал уруду. Затем ее вывозили на поверхность, где перегружали на подводы и везли на бедеглавильный завод. Вот здесь такая очень интересная граница темного и светлого песка. Можно подумать, что как будто бы здесь насыпан обыкновенный песок, а здесь кварцевый, но на самом деле просто здесь песок сухой, а здесь он мокрый, поэтому складывается такое впечатление. Если верить описанию, то длина этой штольни всего 40 метров, хотя мне показалось, что она примерно вдвое больше. В том же описании, сделанном школьниками из клуба Раймонтау читаем. В обеих штольнях мы наблюдали спящих бабочек. Первый из них в конце октября мы насчитали 13 спящих летучих мышей, водяных ночниц. В апреле в ручье внутри второй штольни наблюдали зимующих лягушек в количестве 24 штуки, относящихся к виду травяная лягушка. Эти два вида животных входят в красную книгу башкирии. Дальние уголки штольни затоплены водой, и такое ощущение, что это бывает даже, наверное, не только весной, потому что вот судя по вот этим вот таким белым закраинам, похоже, это постоянные уровни, вот в воде даже водятся местные жители. Ну-ка, живая она, нет? О, живая. Живее всех живых. А там вот за углом сидит еще одна. Вон, видимо, эта пара готовится к спариванию, потому что март месяц, весна, обновление природы, не будем им мешать. Ну и вот здесь у нас представлен класс земноводных и тут же класс млекопитающих. Вот видите, в уголочке забилась маленькая летучая мышка. И по описанию здесь находятся две штольни. Одна из них, видимо, расположена вот в самом конце этого распадка, судя по тому, что здесь много надписей старинных, включая и мусор какой-то встречается. Вот. И, скорее всего, она действительно была когда-то вот здесь, точнее, она и сейчас, наверное, и здесь, но вот видите, вход завалило вот такой огромной плитой. Теоретически, конечно, можно там сзади попробовать протиснуться, но с учетом того, что сейчас март месяц, такая вот ранняя весна – это самое обвалоопасное время и соображений безопасности, пожалуй, мы этого делать не будем. Описание все-таки оказалось верным, буквально в двух шагах от первой штольни мы нашли вторую. Просто, когда идешь по ручью снизу вверх, она оказывается, как бы немножко под острым углом сзади и очень легко проскочить. А та штольня, если когда-то и была, то, скорее всего, была, наверное, третьей. Давайте посмотрим, что у нас интересного здесь. Ну, принципиально эта штольня по большому счету ничем не отличается, все примерно то же самое. Единственное, что она явно длиннее, но зато она пониже. Тут практически нигде нельзя встать в полный рост, вот сейчас, наверное, самая высокая ее часть. А дальше везде приходится пригибаться. Ну, посмотрите, какая прелесть, хотя, честно говоря, выглядит даже немножко жутковато. Летучая мышь покрыта прям бахромой иния, при этом она живая, судя по тому, что она цепляется лапками, просто, наверное, находится в каком-то анабиозе. Эта штольня явно холоднее, чем первая, хотя правильно, наверное, назвать вот эту первую, а ту вторую. Потому что на входе даже было какое-то подобие тоже такой ледяной бахромы. Длина этой штольни 86 метров, то есть чуть более, чем вдвое больше предыдущей. В целом, обе выработки очень занятны. При соблюдении правил посещения подобных мест совершенно безопасны и, как видим, представляют комплексный краеведческий историко-геологический интерес. Уж не знаю, насколько это критично, когда из человека, который стоит на пороге полувекового юбилея, начинает сыпаться песок. Но вот у меня сейчас песок сыпется из головы. Но, к счастью, это пока первый, единичный случай, и то только после выхода из песчаниковых штолен. По праву первых исследователей, туимозинские школьники решили дать выработкам следующие названия. Первая штольня от реки – Галерейная, вторая – Родниковая. Общее название объекта – Орловские штольни. Орловских штолен нам показалось мало, и мы решили заехать в соседний Шаранский район. По описанию, там должны находиться какие-то чеканские пещеры, которые то ли пещеры, то ли выработки, тоже до конца непонятно. Но каково же было наше удивление, что в процессе мы попали аж в соседнюю республику Татарстан. Я всегда считал, что границы проходят по реке Ик. Собственно говоря, она в большинстве случаев по ней проходит. Но вот реку Ик мы не пересекали, а сейчас оказались на территории Татарстана. Тут у них какой-то заказник. Никаких аншлагов, что движение на машине запрещено, я не заметил. Правда, был какой-то аншлаг на татарском языке, которого я, честное слово, не понимаю. Поэтому вот даже до конца не знаю, мы сейчас законно тут находимся или нет. Но, надеюсь, нас не арестуют. Оказалось, граница идет по Ику далеко не везде. В этом месте достаточно большой участок территории Татарстана находится на правой бережье. Здесь расположен государственный природный заказник Четыртау, в положении которого написано, что запрещен проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования. Не знаю, является ли дорога, по которой мы ехали, дорогой общего пользования или нет. Если нет, то приношу свои извинения. Но коллегам из Татарстана хочется напомнить, что мы живем в России. И делать информационные стенды только на татарском языке как минимум странно. Вот те самые Чиканские пещеры. Называются так, судя по всему, по небольшой речке Чикан, которая впадает неподалеку в Ик, разделяющий Башкирию и Татарию. Мы сейчас находимся на территории Республики Татарстан. И вот тут есть тоже две деревни с похожими названиями. Это Чикан, собственно, которая на противоположном, на левом берегу. Это точно татарская территория. А вот деревня, которая называется Чикан-Тамак, возможно, даже в Башкирии. Надо карту посмотреть. Я уже, честно говоря, совсем запутался. Но и с пещерой тоже не совсем понятно. По внешнему виду невозможно лично определить искусственное ее происхождение или естественное. Заложено тоже в песчаниках, но здесь песчаники поплотнее немножко. Попробуем зайти внутрь, может, там станет понятнее. Во второй половине 18 века эти места посетил вездесущий географ Николай Очков и оставил такие воспоминания. На Нагорном берегу реки Ик довольное число разработанных местных рудников, которые принадлежат заводам, находящимся в всей стране. Некоторые из них от заводчиков называются старинными копьями. Будто чудские народы, обитавшие в сих местах, доставали руду из гор. Горное искусство древних народов во всем было отлично от ныне употребляемого, ибо входили они в землю, не делая никаких подстав. А отверстия их подпирала та же самая земля, которой верхи выдалбливали они наподобие свода. Ну, честно говоря, внутри тоже сильно понятнее не стало. Пещерки совсем малюсенькие, по большому счету ничего особо интересного не представляют. И вот как они образовались, мне тоже очень сложно сказать. Явно не карстового происхождения. Такое ощущение, что здесь тоже что-то добывали, но не как в Штольнях Орловских, полностью выгребая оттуда всю породу, а как будто вот что-то вот здесь искали. Видите, тут вот есть, ну, в полу прям какая-то фракция, какая-то очень мелкая-мелкая, вот она прям даже пылит. И вот периодически какие-то прослои других пород встречаются. Может что-то ценное здесь добывали, не знаю. Кстати, горный массив, где находится одна из пещер, называется Терезе-Ле-Тау, то есть гора с окошком. Стоит ли говорить, что согласно местным легендам, во время Пугачевского бунта здесь скрывался его предводитель. Сложно найти деревню с пещерой поблизости, где бы вам не рассказали об ушедших под землю отряде Пугачева, Салавата-Юлаева, белых или красных. Нужно подчеркнуть. Но это все рассказы. А возвращаясь в Бокалинский район, мы не смогли проехать мимо родных мест вполне реального человека, подвигом которого позавидуют даже некоторые герои этих самых легенд. Мы сейчас находимся в деревне Ахманово. Буквально в километре от нее находится деревня Старые Балыклы. В 1921 году в этих деревнях родились два, ну, просто замечательных, легендарных, великих человека. Я даже не знаю, какие еще эпитеты можно использовать. Один из них — это великий башкирский драматург Нажип Асанбаев. Честно скажу, до приезда сюда, на Бокалинскую землю, я ее не слышал. Это, наверное, большой огрех в моем образовании. Будем его исправлять. О втором человеке я слышал очень много, очень много читал, читал его труды. И, знаете, всем рекомендую почитать об этом человеке и непосредственно книгу, которую он написал. Зовут его Дайан Баянович Мурзин. Это просто легендарнейшая личность. Когда вот читаешь его книгу, это круче, наверное, любого голливудского блокбастера. Вот один только список званий и наград можно посмотреть. Причем огромное количество наград других государств, в основном Чехословакия, где он в большей части воевал. И совершенно непонятно по каким причинам этот человек так и не был удостоен звания Героя Советского Союза, которое он, безусловно, заслужил. Я не буду рассказывать историй о Дайане Мурзине, более известном как «Черный генерал», хотя войну он закончил в звании майора, потому что на это не хватит никакой передачи. Но очень рекомендую почитать о его боевом и жизненном пути. Вот как раз здесь в библиотеке, кстати, прекрасная библиотека. Сами можете увидеть имени, опять-таки, Нажиба Асанбаева. Можно увидеть ту самую книгу, про которую я вам говорил. «Дайан Мурзин. Фронт в тылу врага». Безумно рекомендую всем почитать. Особенно тем, кому не чужда тема патриотизма, войны. Рекомендую каждому. Не знаю сейчас, насколько сложно ее будет найти. В библиотеке точно без проблем найдете. Но я думаю, что, может быть, даже где-то в магазинах еще осталась. Книга издана, конечно, уже достаточно давно, в 2005 году. «Дайан Мурзин. Фронт в тылу врага». Рекомендую. Вот такая замечательная библиотека. Все очень красиво, аккуратно. Хорошая коллекция книг. Но почему-то не нашел здесь своей книги. Решил исправить это маленькое недоразумение. Пусть она займет здесь какое-нибудь, не знаю. Вот давайте рядом с Валерием Путиникиным поставим. Закончилось наше путешествие по Бакалинскому району. Ну, что могу сказать. Если не кривить душой, конечно, его нельзя назвать флагманом в области туризма. Но, как вы сами видите, если задаться вопросом, всегда можно найти что-то интересное. Ну, самое главное побольше путешествовать, поменьше сидеть дома. Ведь самое интересное-то всегда ждет нас за порогом. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова